МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальщики Гомельской области практически готовы к началу отопительного сезона. Проведен полный комплекс мероприятий по ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Энергетического и газового оборудования, тепловых, электрических и газовых сетей в соответствии с утвержденными графиками. Модернизация и строительство теплоисточников велась и в Добрушском районе. Так, в ближайшее время новую котельную ведут в эксплуатацию в Добруши. Ее мощность 13 мегаватт. Котельная будет работать на местных видах топлива, доля которых в общей ее мощности составит 1,6 мегаватт. В частности, для выработки тепловой энергии здесь будут использовать древесную щепу. При этом практически весь процесс производства будет осуществляться с помощью механизированной подачи сырья, что в свою очередь сведет к минимуму ручной труд. Строительство объекта стартовало в начале этого года, а сейчас здесь завершаются электромонтажные работы. На прилегающей территории проводят благоустройство. Примечательно, что оборудование для Косельной изготовили отечественные производители. Что даст для города Добруша? Значит, в первую очередь мы будем независимы, в смысле Добрушский коммунальник будет вырабатывать тепловую энергию для микрорайона бумажной фабрики, то есть независимо от Добрушской бумажной фабрики. Это тепло до сего момента мы приобретали у бумажной фабрики. Мы увеличим использование доли местных видов топлива в общем своем топливном балансе. И у нас он будет по концу года около 30%. Сейчас он у нас составляет 26,8%. Среднеобластной больше 37% использования местных видов топлива в топливном балансе. Особенность этого теплоисточника еще и в том, что здесь будет вырабатываться электрическая энергия, за счет газовых турбин. Ее планируют использовать для функционирования котельной, а также поставлять на различные объекты Добрушского коммунальника. Например, на арт-скважины, которые питают водой один из микрорайонов города. А также баню, канализационно-насосную станцию, социальные объекты. Стоит отметить, что сейчас на балансе Куб Добрушский коммунальник находятся 32 котельные. 11 из них комбинированные. На их реконструкцию из бюджета было выделено более 21 миллиарда нединаминированных рублей. За выделенные средства в Добрушском районе в ближайшее время также построят Иговскую и Носовичскую котельные. Планируется, что ввод этих объектов позволит району выполнить в полном объеме доведенное задание по переводу котельных на местные виды топлива. В числе объектов, которые возводятся в Добрушском районе, коровник на 300 голов крупного рогатого скота в открытом акционерном обществе «Завидовская». Это сооружение – вторая очередь животноводческого комплекса, который расположен в агрогородке Ленина. Два года назад по проекту здесь уже построили коровник и молочно-далильный блок. Финансирование этого проекта осуществляется по программе развития села за счет средств республиканского и местного бюджетов. В хозяйстве считают, что ввод нового коровника, который намечен на октябрь 2016 года, позволит предприятию значительно увеличить выручку от производства молока. На сегодняшний день действующий у нас дальномолочный блок, который уже существует два года, и коровник тоже действующих на 300 скотомест. Это, получается, предприятие получило дополнительно порядка где-то 45% валовой продукции. В прошлом году надоено молоко на одну корову 6174 килограмма. К уровню прошлого года 128%. Это тоже результат один из лучших по процентному выражению. И, получается, в этом году запланировано получить 6500. Это 106%. Сегодня предприятие на литр молока получает надбавку. А, естественно, надбавка – это деньги, которые мы можем распорядиться на ГСМ, на минеральное удобрение, которое нам дается на специальные счета, нам даются льготные кредиты. Поэтому это тоже цель и задача стоит, что чем больше произведем продукции, тем больше у нас будет денег. Открытое акционерное общество «Завидовское» – одно из валообразующих предприятий в Дубровском районе. Оно специализируется на производстве молока. При этом практически все получаемое молочное сырье высшего и сорта «Экстра» поставляется на переработку в ОАО «Мелковито». Так, только за август 2016 года на гомельское предприятие было отправлено более 410 тонн молока. Всего численность крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 3170 голов. В открытом акционерном обществе «Завидовское» особое внимание уделяют качеству молочной продукции. Для этого здесь есть своя молочная лаборатория, где специалисты постоянно проверяют сырье. Мы все прекрасно понимаем, в связи с входом Республики Беларусь в таможенный союз, естественно, требования выдвинули именно к молоку, к поставке молока, к молочным заводам. Естественно, молочные заводы выдвинули нам. Мы прекрасно понимаем, что уже второго сорта нет, только существуют сорта «Экстра», высший сорт и все на этом. Первого сорта, второго нету. Поэтому, естественно, цель и задача поставлена, чтобы работать на качестве сырья. Директор открытого акционерного общества «Завидовское» Татьяна Биллиан руководит предприятием уже 4 года. И, по ее мнению, главное, что помогает хозяйству достигать высоких показателей – человеческий ресурс. Люди, которые здесь трудятся, неравнодушны к своей работе. Всего на предприятии работает 151 человек. Из них 28 специалистов. Средняя заработная плата составляет 570 рублей. Руководство хозяйства заботится о своих сотрудниках. Нуждающихся здесь обеспечивают санаторно-оздоровительными путевками. Предусмотрена система поощрений работников. А недавно «Завидовское» взяла в аренду озеро. Татьяна Викторовна говорит, что это позволит не только обеспечить работников предприятия свежей рыбой, но и развивать агроэкотуризм. Ученики Утевской средней школы изучают основы финансовой и экономической грамотности. Год назад в учреждении образования стартовал проект «Детская бизнес-компания Господар». Им предусмотрено выращивание школьниками и преподавателями сельскохозяйственных культур на пришкольном участке, а также реализация полученной продукции. Утевская школа действует уже 30 лет. Столько же при ней существует и пришкольный учебно-опытный участок. Его размер – полгектара. Раньше на нем выращивали продукцию только для своей школьной столовой. Сейчас с введением нового бизнес-проекта овощеводы-любители охотно делятся ей с другими учреждениями. Так, например, урожай огурцов, свеклы, лука, помидоров, моркови, перца. Школьные фермеры распределили соседним учебным учреждением, а часть отдали в столовую местного сельхозпредприятия «Открытое акционерное общество Утевское». Во время посевной и уборки здесь питаются механизаторы и другие специалисты. Они, кстати, уже смогли оценить отличное качество овощей. Так сложилось, что современное время диктует такие условия, что, выпуская своих детей в большую жизнь, мы должны сельского ученика немножко подучить экономике, умением вести бизнес. Все происходит в игровой форме. Но мы должны, работая на земле, мы, естественно, взяли сельскохозяйственное направление, учить детей выращивать сельскохозяйственную продукцию, изучать рынок, спрос, как вести деловые переговоры, как заключать, ну пусть мелкие, но какие-то договора. И что более ценно, качественно, что пользуется лучшим спросом. Данный проект, как считают его организаторы, пока только новинка даже для них самих. Но в ближайшее время его планируют продвинуться на более серьезный уровень. А знания, которые получают ребята, помогают развивать не только бизнес-навыки, но и, несомненно, пригодятся им в быту. Так считают не только преподаватели, но и сами школьники. Это подготовление к следующей жизни, ко взрослой. То есть я буду уже уметь сама все это садить, перебирать, полоть. Мы садили, а мама не знала, как посадить то растение, и я ей помогла. Сейчас в Утиевской школе обучается 118 ребят. И если для них работать на земле – это добрая традиция, то демонстрировать свои знания на различных конкурсах – достижения. Ежегодно участвуем в различных конкурсах по благоустройству. И мне сегодня приятно поделиться с вами такой новостью, что 30 августа этого года подведены итоги областного конкурса «Цветочный хоровод». И наше учреждение образования по итогам областного конкурса заняло первое место в области. Поэтому это большой труд нашего коллектива, наших учеников, педагогов, ну и, конечно, заслуга родителей, которые разрешают своим детям вместе с нами творить на территории нашего участка такую красоту. На счету Утиевской школы победы и в других состязаниях, не только областного, но и республиканского уровня. Так, например, в 2014 году практический центр учреждения образования в конкурсе «Энергомарафон» оказался лучшим в районе, области и республике. В сфере энергосбережения коллектив школы проводит огромную работу, и это приносит свои плоды. В целом же хочется отметить, что таких результатов коллектив школы и его воспитанники добиваются благодаря своей упорной работе, таланту и неравнодушному отношению к труду и учебе. В Дубровском районе реализуется еще один уникальный в социальной сфере проект «Шпитекс». Благодаря поддержке швейцарской стороны и, в частности, города Итиген и местного райисполкома при Центре социального обслуживания населения появится служба нянь и сиделок. Планируется, что специалисты будут осуществлять уход за людьми, которые утратили способность к самообслуживанию, а также за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. Проект финансирует швейцарская сторона. Стоимость проекта 140 тысяч долларов США. В эту стоимость включается ремонт административного здания, финансирование штатных единиц с 2017 года, приобретение автотранспорта и мебели, и оборудования. Основная уникальность этого проекта в том, что мы дадим возможность каждому человеку, кто нуждается в такой помощи, жить дома, продолжить жить в домашних условиях, в родных стенах. Детям, вот этих пожилых родителей, работать спокойно, а мы обеспечим постоянный уход и заботу о каждом таком человеке. Служба нянь и сиделок будет размещаться в отдельном здании в Добруше. Сейчас ведется его реконструкция. В новый корпус центра соцобслуживания также переедет отделение дневного пребывания инвалидов. Там же организуют работу реабилитационных мастерских. Всего в штат планируется взять 6 сиделок и 3 няни. Создание новой службы, по мнению специалистов, позволит центру соцобслуживания не только расширить перечень социальных услуг, но и самое важное – дойти до каждого нуждающегося в помощи человека. На Гумельщине это пока единственный такой проект. Служба нянь и сиделок начнет полноценную работу в 2017 году. Стоит отметить, что Добруш и швейцарский город Итиген являются городами-побратимами. Их связывает многолетнее сотрудничество в сфере образования, культуры и медицины. Сегодня мы также узнали, как жители Добрушского района проводят свой культурный досуг и где воспитываются местные начинающие артисты. Одним из крупнейших учреждений культуры района является Добрушский дворец культуры. За последние два года он изменил свой как внешний, так и внутренний вид. Проведены модернизация, реконструкция зданий и помещений. При этом все работы велись хозспособом. Особое убранство и торжественность приобрел концертный зал. Здесь сделали колонны, покрасили, поштукатурили. Новую сделали одежду зала. Полностью сменили все звуковое оборудование, световое оборудование. Отремонтировали кабинеты для работы. Приобрели компьютеры. Здесь, можно сказать, как помогал и местный бюджет. И также мы работаем хозспособом и зарабатываем собственные средства от платных услуг, которые мы вот таким образом используем. Белорусские и российские звезды эстрады – частые гости Добруша. Свои гастрольные концерты они дают на сцене обновленного учреждения культуры. В целом же на базе дворца действуют семь народных коллективов. И на этом здесь не останавливаются. Сейчас ведется работа по созданию нового творческого проекта. Мы хотим собрать живой ансамбль, под который мы планируем выступать. Наши солисты могут выступать под живое сопровождение. Это у нас такая задача – сделать коллектив. Также местные мероприятия у нас, которые проходят ежегодно – это и День города, и День культуры. В Год культуры мы хотим тоже его привести на достойном уровне. И знаменательное событие – это в конце года будет 8 декабря – это 90-летие района. К чему мы уже плотно работаем, готовимся. Во дворце работают театральные кружки для детей, а также хореографические, эстрадные и вокальные отделения. Поэтому найти себя в творчестве здесь может каждый. Еще один город Гомесской области с достижениями и перспективами развития которого успела познакомиться наша съемочная бригада – Светлогорск. Предприятие «Светлогорским волокном» освоило производство текстиля с водоотталкивающим эффектом. Его удается достичь за счет использования в производстве трикотажного полотна мультифиламентных пневмотекстурированных нитей. Конфигурация предусматривает наличие специальных желобков, по которым удаляется влага и избыточное тепло. В результате изделие из нового материала имеет высокую способность к влагопоглощению, что особенно важно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся физкультурой и спортом. На дочернем предприятии компании «Светлотекс» уже изготовлена опытная партия футболок из умного текстиля. Все свойства, которыми, по словам разработчиков, обладает новый материал, подтверждаются в готовых изделиях. Сам, как человек, который занимается бегом, первым испытал эти майки, и действительно эффект очень потрясающий. Майка, во-первых, она намного легче физически по весу, и если бегаешь в майке из хлопка, то хлопок намокает, майка постоянно тяжелеет, это создает дискомфорт, то майка из стопроцентного полифира, она не тяжелеет и ощущается, что чувства мокрости абсолютно нет. То же самое мы предлагаем своим потребителям. Данная нить уже реализуется и на наш внутренний рынок. Многие предприятия легкой промышленности ее освоили и имеют регулярные заказы. И, естественно, эта нитка экспортно ориентирована. Еще одним перспективным направлением в использовании мультифиламентных нитей может стать производство изделий с охлаждающим эффектом. Лето сейчас у нас жаркое. Почти все лето свыше 30 градусов. Любая одежда приводит к дискомфорту человека. Те испытания, которые мы провели на поверхности ткани, ткань на 10 градусов ниже температуры окружающего воздуха по ощущениям. Поэтому, естественно, когда 30 на улице, а 20 на теле, человек чувствовать будет себя гораздо лучше. Светлогурское химволокно, основанное в 1964 году, является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Беларуси. В его составе заводы полиэфирных текстильных нитей и искусственного волокна, производство углеродных полимерных материалов и товаров народного потребления. В Светлогурске начали строительство жилого дома социального назначения с привлечением китайского капитала. 9-этажный 126-квартирный дом возводят в новом 8-м микрорайоне города. Здесь довольно развитая социальная инфраструктура, есть крупные торговые точки, на его территории проведено благоустройство. Данный объект будет строиться за счет техники экономической помощи Китайской народной республики, республики Беларусь. Начало работы – это 15 августа текущего года и окончание работы – 15 мая 2017 года. Здесь 126 квартир, они будут предоставлены детям-сиротам. И следует здесь отметить, что социальное жилье, к сожалению, в городе Светлогурске не строилось с 2012 года. Все квартиры в таком доме – однокомнатные, площадью 36 квадратных метров. Они будут комфортными и удобными, и сдадут их с полной внутренней отделкой. При строительстве жилья планируют использовать только современные материалы, в том числе тепло- и звукоизоляционные. Генеральным подрядчиком выступает китайская корпорация, строительством занимается отечественная компания «Гомельпромстрой». В целом, проект по возведению социального жилья на Гомельщине с китайской поддержкой предусмотрен межправительственным соглашением Беларуси и КНР. В рамках первого этапа его реализации в пяти областях страны построят 16 социальных домов. В Гомельской области такие дома появятся еще в Будокошелево, Мозыре, поселке Юбилейный Гомельского района и в городе Насожем. Светлогорск в нашем регионе город довольно молодой. В конце сентября он отмечает свое 55-летие. Сейчас он активно застраивается, проводится его благоустройство. Еще один новый объект, который попал в объектив нашей камеры – парк отдыха. Когда-то это был заброшенный лесной массив. Теперь здесь стремительными темпами ведутся работы по обустройству мест отдыха для жителей и гостей города. Благодаря, скажем так, целеустремленности, напористости нашего председателя Виктора Григорьевича Дорошевича, мы все же начали эти работы, начали силами нашего коммунального унитарного предприятия «Светоч». В лесном массиве между двумя микрорайонами, третьим и шестым, мы начали работы по благоустройству лесного массива. В данный момент там уже проложены тротуарные дорожки, многоштучная плитка, установленная система освещения. Будут размещены на трех площадках определенные элементы. На одном из них – это так называемая площадка для уличной гимнастики, воркаута. Сегодня интересный любительский спорт, который развивается. Это также детские площадки. Кстати, раньше у жителей Светлогорска не было подобной зоны для отдыха. На многочисленные просьбы населения по обустройству парка районная администрация откликнулась. Была разработана концепция нового объекта. Также подобрали соответствующую площадку. Строительные работы ведутся за счет местного бюджета. Сейчас в райисполкоме думают над названием нового объекта. К обсуждению приглашают и население Светлогорска. Кроме того, на достигнутом здесь решили не останавливаться. Парк планируется развивать и дальше. В частности, есть намерение обустроить зоны отдыха, фонтан, а также привлечь инвесторов для строительства аттракционов. Для того, чтобы реализовать намеченное, необходимы денежные средства, считают в администрации. В связи с этим райисполком предлагает в следующем году провести районный субботник, а вырученные деньги направить на развитие парка. В каждом учреждении образования Гомесской области есть достижения, которыми можно гордиться. Успехи преподавателей в образовательном процессе, победы одаренных учеников на конкурсах и олимпиадах – пожалуй, первые в этом списке. Гимназия Светлогорска в числе лидеров образовательных учреждений региона. Ежегодно учащиеся гимназии становятся победителями областного и заключительного этапов Республиканской Олимпиады, а также Олимпиады Союзного государства. Выступают с исследовательскими работами на районных областных республиканских конференциях. Мы всегда стремились добиваться высоких результатов, и наши результаты должны быть подтверждены нашими выпускниками, нашими учениками. В этом учебном году средний балл под централизованным тестированием сложил 73,28. Это лучший показатель в Гомельской области среди учебных заведений нового типа. Три результата носят стабальный характер. Харитонов Никита получил два стабальных результата по физике и математике. Таких людей в области Токоминска, Бавруйска и в городе Светлогорск. Чтобы ученик смог проявить свои знания, будь то на Олимпиадах или творческих конкурсах, одного его таланта и усердия будет недостаточно. Очень важно, чтобы рядом со школьником находился профессиональный преподаватель, который сможет развивать и поддерживать юное дарование. Одним из таких учителей в гимназе является Людмила Петровна Лучина. Она педагог-тренер областной команды по обслуживающему труду. Под ее руководством в учреждении образования действует театр моды «Линия». За свою многолетнюю практику она взрастила не одно поколение учащихся, которые показывали отличные результаты на конкурсах и олимпиадах высокого уровня. Мы регулярно участвуем в различных выставках. У нас есть победы и в калядной зорке, и в конкурсах модельеров всех уровней, в том числе и мельницы моды, и разноцветная мозаика, республиканский конкурс. Мы победители конкурса «Безопасный переход» с коллекцией, и уже не с одной коллекцией, а с несколькими коллекциями со световозвращающими элементами. Это, можно сказать, наш бренд. Свои достижения и успехи есть и в Светлогорской школе номер 11. Визитной карточкой этого учреждения образования стала инновационная деятельность. За последние 10 лет здесь внедрены три инновационных проекта в методической, учебной и воспитательной работе. Один из самых ярких и массовых – проект по развитию волонтерского движения. Волонтеры отряда «Доброе сердце», который сформировался у нас, принимают участие в многочисленных акциях. За время работы отряда за 8 лет более 200 учащихся стали волонтерами, и на их счету более 100 больших значимых акций. Эти акции проводятся в различных учреждениях, социальных учреждениях, на улицах города, и прохожие с удовольствием подключаются к акциям. Кроме того, волонтеры разработали проект «Дворовые перевороты», направленный на содержательный досуг детей разного возраста. Инициативу учреждения поддержали зарубежные инвесторы, и нынешним летом проект был реализован. В одном из прилегающих к учебному учреждению дворов была разбита уютная игровая площадка. На ней появились детские карусели, сцена и скамейки. Этот двор теперь практически не пустует. Сюда приходят не только школьники и их родители, но и жильцы всего микрорайона. Мы организуем праздники не только для детей, но и, соответственно, для их родителей, чтобы они не скучали. Пока дети развлекаются, родители слушают концерт. У нас есть музыкальные классы в школе, то есть у нас музыкальное отделение. И, соответственно, учителя вместе с учащимися, которые в отряде «Доброе сердце» волонтерском у нас состоят, устраивают концерт для родителей. Сами же ребята говорят, что волонтерская деятельность и, в частности, результаты проекта «Дворовые перевороты» приносят им только радость. А своих инициативных сверстников они призывают быть ответственными, помогать нуждающимся и вести здоровый образ жизни. Если ты неравнодушен к делам родной страны, если ты молод и энергичен, если ты готов протянуть руку помощи и делать добрые дела, делаем добрые дела вместе! Будь с нами! Присоединяйтесь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова